Приветствую вас. Вообще-то говоря, я думаю, что ваш вопрос, он свидетельствует скорее о том, что у вас потерян личностный смысл жизни. То есть вы жили, вероятно, вы жили только ради возможности иметь детей, получается, судя по тому, что вы пишете. То есть единственным смыслом вашей жизни являлись дети. Я не думаю, что это тот смысл, который может иметь человек 20 лет. Безусловно, неприятно, безусловно, неприятно то, что у вас есть такой диагноз. Но, во-первых, бесплодие не бывает, точнее бесплодие бывает подверженным лечению. То есть это не на всю жизнь диагноз, это не излечимый диагноз. Во-вторых, если вам так хочется детей, то возможно использовать другие средства, такие как усыновление, удочерение. Соответственно, услуги сурогатной матери и так далее. То есть тут, мне кажется, довольно большой выбор, вот, услуг, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы стать родителем. Вот. Но дело, еще раз повторю, не в этом. Дело в том, что по какой-то причине дети для вас были очень важны. А когда для человека важны другие люди, важнее настолько, что потеря какой-то возможности, так или иначе, повзаимодействие с ними вызывает потерю личностного смысла, это всегда свидетельствует о том, что сам человек к себе относится в некоторой степени обесценивающе. И вам нужно определить для себя, с чем это связано, то есть почему вы обесцениваете себя и свой личный смысл. Ещё раз. Смыслом жизни не могут быть дети. Как бы там что ни было, смыслом жизни дети быть не могут, в принципе. Это нужно понимать. Чем лучше вы для себя это поймете, чем быстрее вы до этого дойдете, чем быстрее вы к этому придете, может быть, тем будет лучше для вас. Хотя, безусловно, имеет смысл подумать о том, почему дети имеют такое большое, важное значение для вас. Чем дети слова так важны? Может быть, именно поэтому вы, как ни парадоксально, может быть, вы именно поэтому и не можете иметь детей, что вы так сильно к этому стремились, что вы так сильно этого хотели, но в действительности это было для вас вредом. И организм вас так себя защищал. На первый взгляд может показаться, что я говорю бред. Я уверен, что именно так вы воспримите мои слова и, если честно, я вас ни в коем случае не призываю безоговорочно со мной соглашаться. Но те желания ваши, которые вы хотели удовлетворить за счет детей, их можно удовлетворить и по-другому. Совершенно необязательно для этого заводить детей. Более того, их нужно, я считаю, их нужно удовлетворять не за счет детей. Ну а за счет, например, вашей деятельности, за счет ваших, например, действий каких-то, за счет вашего поведения, может быть, такого более активного, более ориентированного. Может быть, на себя. Вот. Для этого, вероятно, нужно провести определенную работу, чтобы понять, какое конкретное значение для вас имели дети и почему вы так переживаете до того, что теперь детей вы иметь не можете. Это, безусловно, неприятно, но это не конец света, чтобы так из-за этого переживать. Но сами по себе переживания ваши обесценивать нельзя. То есть не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь сказать, что вы переживаете понапрасну. Нет. Если вы переживаете, значит у этого есть какие-то основания, значит у этого есть какие-то причины. И я предлагаю вам в этих причинах скорее разобраться. То есть я предлагаю посмотреть, почему в 20 лет вам так важно, чтобы у вас были те дети. Я предлагаю рассмотреть этот момент. Я предлагаю изучить, исследовать это, чтобы возможно вы сами лучше понимали, а возможно смогли подкорректировать свою деятельность так, чтобы невозможность иметь своих детей не нанесло ущерб вашей реализации в жизни. Вот. В известной степени, в некоторой степени, я бы предложил рассматривать то, что произошло, как благо. То есть если бы не это, вы возможно посвятили таким детям всю свою жизнь и скорее всего проиграли бы. Ну в том плане проиграли бы, что не принадлежали бы себе. Я не говорю, что вот это произошло, это однозначно хорошо, но раз уж это произошло, теперь нужно думать, как адаптироваться в той реальности, в которой вы оказались. Ибо выбора у вас по сути нет. Почему сейчас вам кажется, что нет смысла жизни? Потому что вы наметили для себя, скорее всего наметили для себя способ реализации того, что вы хотите. То есть вы хотели через детей, допустим, чего-то для себя добиться. Ну чего-то, чего-то, чего угодно. Теперь у вас такой возможности нет и вам, естественно, нужно перестраиваться. Перестраиваться всегда тяжело, поэтому вам так сложно, поэтому вам кажется, что смысл жизни потерян. Пройдет время, в силу вступит адаптация и я думаю, что вы не обязательно легко, я не говорю, что это будет легко, но вы, я думаю, сможете адаптироваться в новых реалиях и добиваться, достигать того, что вы хотите. По-новому раз уж. Получилось то, что получилось, как бы это неприятно не было. Вот. Я думаю, что примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понятно, что этого недостаточно, понятно, что нужно больше информации, понятно, что вам этого тоже маловато будет. что я снова сказал, да? Понятно, что нужно исследовать наполнение, смысловое наполнение детей. Вот. Это очевидно совершенно, но мне кажется, что это вполне реально. то есть это вполне осуществимо, если вы, конечно, хотите работать над проблемой, если вы, конечно, хотите заниматься этой проблемой, если вам, конечно, интересно. То есть если вы заинтересованы. Вот. Там еще понятно, что эта травма у вас сейчас, ну, неизвестно, неизвестно, насколько она большая, да, эта травма. Но я более чем уверен, что это все-таки травма. Вот. Так что вам нужно ее пережить в любом случае, да, потому что вам нужно ее отболеть, вам нужно ее, значит, отпустить. А это возможно только в том случае, если вы будете выражать свои эмоции, если вы будете позволять своим чувствам захлестывать вас, если вы позволите им этим чувствам себя охватить. Вот. Я думаю, что в этом случае у вас все получится и будет реальная возможность выйти из этой ситуации с минимальными потерями настолько, насколько это вообще возможно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. verm телies. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загетаем.